Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Глава риэлторской компании «Риттер» – сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации риэлторов «Ланида». Юрист Дмитрий Трофимов у нас в прямом эфире посредством «Зума». Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Те, кто следят за новостями, наверняка в курсе, что за последнее время сразу таких несколько дел, связанных с угрозой, я бы сказал так, весьма реальный отбор недвижимости у добропорядочных покупателей, которые, когда не приобретая недвижимость через нотариуса, не было никаких пометок о том, что эта недвижимость у тех, у кого они покупают, могла быть добыта каким-то мошенническим путем, к примеру, путем подделки завещания. Они являются по всем канонам, насколько я могу, по недопопорядочным покупателям. Тем не менее, такая проблема возникла. И я так понимаю, что даже полиция обращается уже в суд с требованием конфискации этих квартир в пользу государства. Вот, может быть, несколько слов, Дмитрий, как вам видится эта проблема? И, не знаю, и с точки зрения вашего опыта, вот, продажи недвижимости, сделок недвижимости, и как юриста. Вот, давайте сейчас об этом поговорим. Ну, для начала давайте успокоим наших слушателей. То есть, все не так страшно, такие проблемы есть, такие случаи были, происходят сейчас и, скорее всего, будут, но их не так много. Это во многом благодаря тому, что все-таки наша система регистрации недвижимости и наша система присяжных нотариусов достаточно хорошо и надежно сделана. В ней нет мошенников. Мошенники есть вне этой системы, но когда мошенники есть в системе, то все гораздо хуже. Например, у наших соседей с нотариусами, восточными соседями, а с нотариусами просто беда, и поэтому там таких случаев было очень много и происходит постоянно. Но, тем не менее, у нас тоже такие случаи бывают. И самое печальное в том, что никто, ни нотариус, ни земельная книга, ни адвокат, ни юрист, ни риэлтор не даст нам стопроцентной гарантии, что такой случай не произойдет с вами. Здесь есть несколько моментов, которые я могу немножко пояснить, почему так происходит. Первый и главный момент в том, что у нас есть определенные противоречия в законах, которые, собственно говоря, даже противоречия не только в законах, но и противоречия в принципах права, которые применяются. С одной стороны, гражданский закон прямо говорит о том, что хозяином недвижимости является только тот, кто записан в земельной книге. С другой стороны, принципы права говорят о том, что собственность принадлежит тому человеку, который приобрел ее закон. Все последующие собственники, если произошло какое-то незаконное изъятие собственности, они владельцы. Мой преподаватель теории права показывал ручку, когда мы были студентами, и говорил, видите эту ручку? Это моя ручка, теперь возьмите ее. Вот, предположим, я студент, взял эту ручку. Являетесь ли вы собственником этой ручки? Нет. Вы ее владелец. Собственность это все равно моя. И по криминально-процессуальному закону Латвии, это статья 560, если мне память не изменяет, извините, 360. Так вот, эта собственность может в любой момент быть изъята у владельца и передана истинному собственнику. То есть тому, у которого эту ручку, например, кто-то взял в офисе и унес к себе домой, потом подарил вам или продал ее за 10 евро и так далее. Здесь аналогичная ситуация с недвижимостью. И в Латвии проблема усугублялась тем, что те дела, которые расследовались в рамках уголовно-процессуального закона, то есть был возбужден уголовный процесс, значит, уголовный процесс, то по ним такая недвижимость изымалась в пользу истинного собственника практически всегда. А вот в гражданских процессах царила путаница и совершенно различные подходы. То есть суд выяснял, знал ли новый собственник о том, что эта недвижимость была приобретена незаконно, и если он знал, то он был лаутитикс, злонамеренный. Да, злонамеренный. Соответственно, у него это все его, если не собственник, а приобретатель. И у него это изымалось. Если же он был лаутитикс добросовестный, то ему зачастую оставляли. Причем путаница была полная, есть решение Верховного суда, которое противоречит друг другу. В одном случае собственность оставляли этому добросовестному приобретателю, в другом случае отбирали. Я все-таки так вот возвращаясь к заявленной теме, получается так, что вот если все-таки в каких-то случаях, как мы видим по этим телесюжетам, сейчас есть угроза отбора имущества, ну, квартиры в данном случае там у художников, то возникает вопрос государства, кого защищает, собственно говоря. Ну, с одной стороны, вроде бы жертву мошенничества изначально, если она вообще живая. Но, с другой стороны, почему государство не защищает в полной мере добропорядочного покупателя? Это очень хороший вопрос, Абик. Я с этим вопросом абсолютно согласен, и я бы тоже его хотел задать нашим законодателям. Законодателям, да. Кстати, законодателям этот же самый вопрос задал Конституционный суд Латвии, Садов Сместесов, который в 2017 году под делом номер 2016-07-01 принял решение, в частности то, что, я его даже зачитаю, оно, ну, коротенькая часть этого решения, что... Секундочку. А, в том, что в части о недостатке правового регулирования обязал законодателей обеспечить эффективные действия для того, чтобы пострадавшие от преступных деяний собственники могли добиться регистрации собственности на свое имя, а для добросовестных приобретателей эффективных возможностей требовать возмещения убытков. Сейчас требовать возмещения убытков добросовестный приобретатель может у того самого мошенника, который кого-то когда-то обманул. Ну, насколько это реально и насколько это эффективно, вы можете представить. Поэтому лично я могу предложить два решения. Одно дешевое, второе не очень дешевое. Как эту проблему можно было бы решать? Первое решение заключается в том, что должны быть изменены условия, не условия, а правила записи невижимости в земельной книге. И при регистрации собственности вы сообщаете земельной книге свой либо адрес. Если кто-то не знает, с 2019 года можно получить официальный имейл для контакта с органами самоуправления и государства. И туда вам будет приходить всякая респонденция. Очень рекомендую, потому что это может очень часто вас выручить в разных ситуациях. Так вот, если у вас есть э-адресы, значит, вам автоматически должно приходить из земельной книги все сообщения о всех прошениях, поданных в земельную книгу на ваше имущество. Что это значит? То есть, например, вот Абек сидит у себя в студии на радио Балтком, и тут ему приходит на почту сообщение о том, что кто-то подал прошение в земельную книгу о том, что его квартира продается какому-то лесу. Не дай бог. Абек такого не подписывал, доверенности никому не выдавал, и он тут же может обратиться в земельную книгу и остановить этот процесс. Если у вас нету э-адреса, то, соответственно, при регистрации подаете просто свой адрес электронной почты, и земельная книга точно так же вам высылает. Потом в конце я дам вам несколько советов и еще вернусь к этой теме. Но это должно быть в законодательном уровне закреплено, это должно быть обязательно при регистрации недвижимости на какое-либо лицо. Теперь более дорогое... Кстати, ЦСДД, в принципе, делает то же самое. Оно высылает всем собственникам автомашин различные сообщения, связанные с этими машинами. Ничего в этом спиртельного, страшного для государства и для земельной книги нет. Конечно. Это все достаточно легко сделать. Так вот, второй дорогой способ. Понимаете, первая статья закона земельной книги глотит, что записям земельной книги есть общественное доверие. Принцип общественного доверия означает, что любой гражданин или негражданин, любой человек или юридическое лицо может доверять записям земельной книги. Что это значит? Если я захожу в земельную книгу и вижу, что владельцем квартиры является Абик Элкин, то я этому верю, потому что это запись земельной книги. То есть на этом, в принципе, и базируется наше доверие к системе регистрации недвижимости в Латвии. На самом деле она работает и неплохо работает, но она основана именно на том, что мы доверяем государству и его уполномоченным органам, что все эти записи соответствуют действительности и что хозяином является действительно тот, кто там записан. Так вот, но государство, отнимая у добросовестных приобретателей недвижимость, возвращая ее истинным собственникам, нарушает этот принцип общественного доверия. И, соответственно, если когда-то обманули нотариуса, обманули земельную книгу, обманули полицию или кто-то из всех этих институций вовремя не сработал, как это было в случае с последним господином Уилликсоном, когда уголовное дело было начато в 2014 году, уголовный процесс, извините, часто так называется, а он эту квартиру купил три года после того. И полиция даже не арестовала эту квартиру, не наложила арест. Если бы стоял арест, то ничего бы этого не произошло. Конечно. Ну, так в результате, то есть бездействия правоохранительных органов или ошибок любых органов, да, не обязательно правоохранительных, государство должно, обязанно компенсировать таким добросовестным приобретателям полную рыночную стоимость, аналогичным тому, когда недвижимость изымается для общественных нужд. То есть, например, вот строят Рейл Балтик, и, соответственно, владельцы той собственности, которая находится на территории, проходящей Рейл Балтик, получают полную компенсацию рыночной стоимости своей недвижимости. Здесь абсолютно аналогичная ситуация. То есть, земельная книга – это организация, которой мы обязаны доверять как в соответствии с законом, так и в соответствии с логикой. То есть, для нас, для всех полезно наше доверие земельной книги. Если это доверие в результате того, что любой человек не гарантирован от того, что его собственность изымут, потому что она не его собственность, а он просто владелец, это просто недопустимо. Но с 2017 года уже 4 года прошло, и наш законодатель вообще ничего не сделал. Но я, как член Ассоциации Реолитеров Ланины, сегодня, кстати, вот как раз такую инициативу двинул для Ассоциации, чтобы Ассоциация могла выйти с такой законодательной инициативой на депутатов Сайна, обратиться в Министерство юстиции, Тесла и в Министрию, чтобы как-то эту ситуацию урегулировать. И единственный способ – это действительно создать гарантийный фонд, фонд, из которого будут выплачиваться такие средства пострадавшим, а потом пускай государство само взыскивает с этих самых преступников деньги. То есть такая система точно так же работает с неплательщиками алиментов, и я думаю, что об этом знают все. Если не могут получить алименты с какого-то лица, то эти алименты выплачивают по нижней ставке, но все равно выплачивают государство, а потом оно само взыскивает с этого неплательщика алиментов. Абсолютно аналогичная ситуация. Дмитрий, тем не менее, я хочу все-таки уточнить. Ну, хорошо, это то, что вы правильно с такой инициативой, хорошо, что ассоциация выступит, но это еще пока будет, пока рассмотрят. Вот сегодня у нас есть вот такая вот ситуация с упомянутым художником, где полиция обратится или обратилась уже в суд, будет назначено судебное рассмотрение. Значит ли это, что это из того, что вы говорите, что фактически суд в какой-то степени ничего не может сделать, кроме как удовлетворить просьбу полиции и конфисковать у далопорядочного собственника это имущество? Или суд может сопротивляться, если такое слово здесь уместно, и будет говорить вот примерно так, как вы сказали, что есть далопорядочный приобретатель, это и собственник, есть земельная книга, где не было никаких отметок, и, значит, в земельной книге нужно верить в соответствии с законом, в чем провинился, собственно говоря, далопорядочный покупатель. Добропорядочный, добросовестный приобретатель, то есть он ни в чем не провинился, но, к сожалению, по имеющейся судебной практике, то есть в случае уголовного дела, вероятность того, что он эту недвижимость потеряет без всякой компенсации, ну, естественно, он может требовать эту компенсацию с преступников, но сами понимаете, то есть она близка к 99%, 1% я оставляю на какой-нибудь случае. Чудо, да. Понимаете? То есть, во-первых, в криминальном процессуальном законе это прямо записано, что недвижимость должна быть изъята. То есть я могу даже зачитать статью. То есть если преступно полученное имущество найдено у третьих лиц, оно должно быть поддано по принадлежности собственнику или законному владельцу. Точно. То есть законным владельцем является тот, у которого эту недвижимость незаконно изъяли, переписали на другого владельца, незаконного владельца. Ну вот. И поэтому в данной ситуации в рамках уголовного процесса шансов на то, что человеку останется его недвижимость, они близки к нулю. Если мы говорим о рамках гражданских процессов, то там шансы пока еще есть, потому что имеющаяся юдикатура, то есть решение верховного суда, решение верховного суда Сатерсны, они как бы не являются на 100% обязательными для судей. То есть судья может принять отличающиеся решения. Поэтому как раз и было, то есть разные решения суда, которые можно было использовать в том или иной ситуации. На мой взгляд, это, конечно, бред, потому что не может быть разных подходов к одному и тому же вопросу. То есть в судебной системе государства должен быть один подход. Но, тем не менее, споры по принципам права, какой из них главнее, они были среди юристов и есть до сих пор, причем среди очень уважаемых правоведов. Например, таких как Торгенс, который поддерживает точку зрения, что все, что записано в земельной книге, оно остается, даже если где-то по пути было какое-то преступление. Но ему оппонируют многие другие, в том числе и в сути суда конституционного. Я все-таки хотел уточнить, вот эта конфискация, о которой мы говорим, имущество, квартиры, удовопорядочного приобретателя, оно происходит сейчас в рамках уголовного процесса? Да. Конкретно вот это дело, это происходит в рамках уголовного процесса. То есть здесь шансы минимальны сохранить это имущество? Ну, практически нет. То есть это получается, что в случае, если будет негативное решение суда, в отношении этого порядочного приобретателя, то ему придется выселиться, с вещами, что называется. Да, он останется на улице, если он брал кредит на эту квартиру, то банк он все равно должен будет платить. Кстати, обжаловал вот это вот решение в рамках уголовного закона, то есть решение суда с авторством, оно как раз по поводу уголовного процессуального закона. Это решение обжаловал банк ДНБ, который путем, наверное, неотданного кредита получил недвижимость, а потом в результате оказалось, что эта недвижимость была у кого-то преступным образом изъятна. И вот ДНБ обжал это в Верховном Упое, извините, в суде Сатерстана, но он проиграл это дело. Поэтому по уголовному процессу, в принципе, шансов нет. Даже суд Сатерстан признал эту статью соответствующей Конституции и решение для вот этого человека, который теряет свою квартиру, господин Грюкс, если мне память не изменяет, то для него решения нет. Я тогда такой вопрос вам задам, помятуя о вашем опыте работы на рынке недвижимости, довольно длительным. Вот к вам обращается человек Х, который говорит о том, что вот я присмотрел недвижимость, или вы мне помогите ее приобрести и осуществите сопровождение сделки. То есть от А до Я, или от А до З. Вы же тоже не можете быть гарантированы, что если вы смотрите в земельную книгу, и этот объект недвижимости чистый, все собственность, никаких арестов, отягощений, ничего нет. И потом вдруг... То есть любой человек может попасть, если так можно сказать. Я как раз вот хотел перейти, у нас, я так понимаю, времени очень много уже, и я хотел перейти к тем советам, которые я могу дать покупателям, владельцам и, кроме того, еще наследникам. Значит, да, вы абсолютно правы. Никто гарантировать не может, я об этом сказал в самом начале. Но, тем не менее, видите ли, те риелторы, опытные риелторы, которые давно работают в этой сфере, и те юристы, которые работают в сфере недвижимости, они понимают в этом гораздо больше, чем просто покупатель, или, например, даже адвокат или юрист, который не практикует в этой сфере. Конечно. То есть, но, тем не менее, некоторые такие факторы, которые опасны для покупателя, я вам сразу скажу. То есть, в принципе, главное, скажем так, сигнал опасности у вас должен быть тогда, когда эта недвижимость продается. Первое. Очень быстро. То есть вам говорят, давай, 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 давай. Быстрее, да, быстрее, быстрее. Очень много желающих, давай, давай, быстрее, да. Да, чем быстрее, тем лучше. Да. Второе. Если недвижимость очень дешевая, это та же самая. То есть ниже рыночной цены значительно, да? Да. Значительный дисконт от рыночной цены. Третье. Если вы видите в выписке земельной книги множество собственников за достаточно короткий период. Ну, множество, это условно говоря, там, два, три, это уже много. Да. За короткий какой-то период. Неоднократный. Да. Если недвижимость неоднократно переходила из рук в руки, это тоже сигнал опасности. Поэтому в каждом таком случае нужно очень хорошо думать, стоит ли покупать такую квартиру. Кроме того, сразу скажу, что нужно, если вы видите, что квартира была получена путем наследства, то лучше всего спросить, от кого же это наследство было получено. Проблема заключается в том, что мы не можем посмотреть никаких документов, да, то есть, которые связаны с самим процессом этого наследства. Но, тем не менее, попросить эту мантуэмаблэйцию, то есть, и узнать о том, какая степень росква была между этими людьми, вы можете. И самая плохая ситуация, если это было наследство от чужого человека. Именно это одна из тех областей, где очень много мошенничества. К сожалению, если вы не в курсе, то сейчас закон разрешает вам написать завещание на листе бумаги, подписать и положить где угодно. Это законное завещание. Нотариус обязан его принять во внимание. И, естественно, что такое завещание очень легко подделать. Поэтому обращайте внимание на сделки с невижимостью полученной коноследствия. Кроме того, я рекомендую все-таки реально обращаться к тем, кто этим занимается давно, успешно и может помочь в этой ситуации. Потому что эти моменты, которые я вам сказал, это не все. Есть и другие. Но... Столько раз мы говорим, еще раз повторюсь. Если совершенно мы видим, что эта квартира унаследована притом совсем недавно относительно совершенно чужому человеку, и он говорит, быстрее, быстрее, покупай, покупай, срочно, до недели. Это уже заставляет задуматься, мягко говоря. Если квартира унаследована недавно от чужого человека, и быстрее, быстрее ее продают, и еще и за дешевую цену, то сразу закрывайте дверь. Ну, условно. Хорошо. Теперь один совет именно для собственников недвижимости. В самом начале передачи я вот говорил ситуацию, когда земельная книга должна посылать сообщение на электронную почту о каких-то действиях с недвижимостью. На самом деле, эта функция уже есть. И если вы зайдете на сайт TheMistgram.tlv, потом через MoneyData есть кнопка с левой стороны «Майданы», проходите аутентификацию через интернет-банк или другие средства, и там тогда будет нужно поискать MoneyIpashumi, потом выбрать подраздел «PetaEptManaIpashumaUzraudzibu», а потом «Pazanyoemu, ParesneEptem, Noskeprinamu, Lulumi». Так вот, в этом случае, если вы поставите там галочку, то тогда появится окошечко, в котором вы вписываете что, свой электронный адрес, и в этом случае земельная книга уже сейчас вам бесплатно будет присылать все сообщения о всех поступивших прошениях относительно вашей недвижимости. Я очень рекомендую сделать это всем. Прямо сегодня. Послушайте, для безопасности. Откройте и сделайте. Вам это абсолютно не помешает. И, кроме того, рекомендую также сделать э-адрес. Это тоже очень полезно и в отношении не только этих ситуаций, но и все остальное. То есть, это официальный адрес от электронной почты. Вы на нем можете найти, как зарегистрировать такую электронную почту официальную. И вы будете получать информацию не только от... В общем, будете получать информацию от всех государственных конституций и учреждений. И последнее, что еще я хотел сказать по этому поводу. То есть, для покупателей я сказал, для собственников сказал. Теперь относительно завещателей и наследников. Вы знаете, я уже упоминал о завещании вот такой бумажке, которая является абсолютно законным. Но именно поэтому я очень рекомендую всем тем людям, которые хотят каким-либо образом оставить недвижимость своим родственникам, близким, подумать об этом и использовать другие способы. То есть, это реальное завещание, это договор завещания и, кроме того, есть другие способы еще при жизни переписать недвижимость на своих близких или друзей или родных, причем гораздо дешевле. Особенно это касается, если вы завещаете недвижимость какому-то близкому, но формально чужому человеку. В первую очередь, это касается, например, незарегистрированных семей. То есть, те пары, которые живут в так называемом гражданском браке, на самом деле, это просто сожительство с точки зрения закона, а это у нас церковный брак это брак в церкви, гражданский брак это который заключен не в церкви. Не в церкви, да. А это просто сожительство. То есть, совершенно не важно, что у вас есть дети, совершенно не важно, что у вас, возможно, уже есть внуки общие, но с точки зрения закона и наследственного права вы чужие люди. Поэтому, если ваш сожитель оставляет вам наследство, то вы заплатите государству и нотариусу 15% от стоимости этой недвижимости. 15. То же самое. Вы заплатите, если вы, например, хотите оставить недвижимость своему другу. У меня, например, вот сейчас клиенты, вот как раз через полчаса придут клиенты, где крестная мать хочет оставить недвижимость своей крестнице. И вот если она это сделает путем завещания, то она заплатит 15% крестницы, естественно, после смерти своей крестной матери. Крестная мать абсолютно одинокая женщина, родственников нет, то есть крестница за ней ухаживает. То есть это абсолютно нормальная ситуация. То есть никаких подделок, ни обхода каких-то наследников, которые имеются. То есть вот нормальная жизненная ситуация. В этой ситуации и в сходных с них, вообще, если вы задумываете о том, что нужно переписать квартиру на какую-нибудь конкретно, то консультируйтесь у юристов, консультируйтесь у риэлторов, ну, толковых риэлторов, извините. Да. Похвалю себя сам, потому что я как раз занимаюсь этим и как юрист, и как риэлтор. Консультируйтесь и делайте это. Но ни в коем случае не оставляйте это все на волю случая, да, то есть вот такими бумажками или вообще, потому что, опять же, по моей практике как риэлтора и как юриста нет хуже ситуации, когда родственники делят недвижимость по закону. То есть по закону есть первые степени, первые степени, да, да, да. Есть четвертые и вот все это кучу, ну, до драки я не видел, чтобы доходило, но... Отношения пользуются навсегда. Да. То есть квартирный вопрос испортил не только москвичей, как говорю, как писал Булгаков, да, то есть и говорил Волум, но и рижан тоже. Поэтому, конечно, все эти ситуации лучше отслеживать и своевременно задумываться о них. Ну, как-то так. Вот все-таки такой вопрос в завершении. Возвращаясь к тому, что вы сказали, что ассоциация, в том числе с вашей подачей, подготовит какие-то свои варианты изменения. Какие изменения должны быть в законодательстве внесены? Ну, хотя бы приблизительно. Я понимаю, что вы сейчас не готовы озвучить поправку, точную формулировку, но какие изменения на ваш взгляд нужны? Значит, точную, ассоциация пока еще не поддержала эту мою инициативу. Я понимаю, да, но... Надеюсь, что поддержит, потому что действительно это очень нужно для наших клиентов и позаботиться. Ну, еще раз, то есть я, во-первых, считаю, что должен быть создан гарантийный фонд, я уже об этом говорил, и если нас сейчас слушают депутаты Сейма, то есть или послушают потом, то вот прошу их обратить внимание на эту проблему, потому что действительно несправедливость в этой ситуации, она видна невооруженным взглядом, и если государство говорит о принципах общественного доверия в отношении земельной книги, то оно его обязано обеспечить. Ну, а второе, совершенно небольшие изменения, те же самые, про которые я говорил, что эта вот услуга, которую сейчас вы можете сами зайти и сделать, она должна стать обязательной для всех тех, кто регистрирует свое право собственности в земельной книге. То есть в каждом прошении в земельную книгу должен быть указан почтовый адрес электронной почты, на который будут славаться эти удовлетворения. Это обязано быть в обязательном порядке, извините за тавтологию. Да. Ну что ж... А, единственное, что я еще хотел сказать. У наших соседей в Российской Федерации эти проблемы, я говорил в самом начале передачи, очень сильно распространены. И там они решаются в том числе путем страхования титула. То есть страховщики страхуют вот риск потери собственности по таким причинам, юридическим. Не уничтожение, не там пожара, наводнение, а именно по таким причинам. Но я вот сам специально обзванивал наших страховщиков. В Латвии, к сожалению, такого страхования нет. То есть вы даже застраховать свою квартиру на такой случай не можете. Поэтому может быть пока не создан гарантийный фонд, страховщики могли бы взять на себя это. Вот такой риск. Например, включить полис страхования квартиры, еще и страхование титула, или сделать отдельный полис страхования именно на этом случае. Но пока у меня других идей, к сожалению, нет. Я считаю, что это все-таки обязанность государства. Да, совершенно справедливо. Не успели, может быть, обсудить еще один аспект, он, наверное, узкий, больше для юристов, связанный с тем, что вообще-то на защите правдово-порядочных приобретателей должно встать и, не знаю, омбудсмен, и генеральная прокуратура, которая, видимо, иногда забывает, что она тоже правозащитная организация. Но, наверное, это тема отдельного разговора. В любом случае, мы к этой теме еще вернемся. Дмитрий Трофимов у нас был в прямом эфире посредством Зума. Большое спасибо. Все хорошо.